В Ненинском аграрно-экономическом техникуме назначен руководитель. Образовательное учреждение возглавит Оксана Данилова. Кандидатура руководителя, прошедшего специальную подготовку по развитию компетенций и навыков управления в сфере образования, была выбрана из резерва кадров Ненинского округа. Обновление кадрового резерва управленцев было инициировано главой региона Игорем Кошиным. В кадровый резерв Ненинского округа Оксана Данилова была включена в мае 2015 года. Как специалисту со стажем, имеет опыт работы на предприятиях, в подразделениях федеральных органов власти, на госслужбе, Оксане предложили пройти тестирование на наличие профессиональных знаний и личностных компетенций. Они играют важнейший роль для будущих руководителей. Всех кандидатов, прошедших тестирование, отправили на дополнительное обучение по программе государственное и муниципальное управление. Хорошая программа, которая помогает найти именно людей в дальнейшем, которые будут занимать руководящие должности. Я очень благодарна тем людям, которые создали этот кадровый резерв, за ту возможность, что дали обучаться. Спустя год после обучения – назначение на руководящую должность. В начале августа Оксана Данилова возглавит Ненинский аграрно-экономический техникум имени Волкова. В техникуме девушка получила образование бухгалтера-экономиста. Затем 9 лет преподавала экономические дисциплины. Возвращаясь в свое учебное заведение, в свое родное учебное заведение, конечно же, это поддержание того имиджа, который сегодня есть, который создан предыдущими руководителями. В частности, это Коткина Людмила Макаровна, Медведева Галина Брониславовна. Ну и, конечно же, это новшество, которое сейчас уже диктует наше время. То есть, это и обучение ребят по тем специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда, прежде всего у нас в регионе. Ну и, конечно же, в соответствии их тем профессиям, которые актуальны. ТОП-50 специальностей, которые на сегодня предлагает нам министерство. Резерв управленческих кадров формируется в Ненинском округе с 2008 года. Основная цель программы – замещение руководителей в окружных организациях и органах государственной власти. С начала формирования резерва на руководящие должности назначено 18 человек. Весной текущего года список пополнили 22 специалиста в области образования и здравоохранения. Сегодня в резерве потенциальных претендентов на руководящие должности более 40 кандидатов с опытом работы в различных сферах. Работа с кадровым резервом по формированию кадрового резерва ведется нашим управлением постоянно. И хочу сказать, что каждый может принять участие и попробовать себя. Требования к кандидатам предъявлены нормативными правовыми актами нашего региона. В первую очередь это требования к возрасту, он должен быть менее 50 лет. Обязательно наличие высшего профессионального образования. Обязательно наличие управленческого опыта хотя бы по управлению проектами. Ну и лидерские, организаторские качества. Сегодня в кадровом резерве ждут специалистов в сфере образования, строительства, социальной сферы. Чтобы стать участником резерва управленческих кадров, необходимо отправить резюме на электронный адрес управления Государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа. Тем, кто прошел отбор по резюме, предлагается пройти тестирование. В дальнейшем с заявителем работает комиссия, которая принимает окончательное решение о включении гражданина в кадровый резерв управленцев Ненинского округа.